Здравствуйте! Еще раз их приветствую на своем канале и в этом видео, это уже будет вторая часть моего заказа Avon, я вам покажу интересные продукты. Ну, интересные на мой взгляд, надеюсь, что кого-то они тоже заинтересуют. Здесь у меня осталось не так много, буквально три вещи, но есть что сказать и есть чем поделиться. Давайте начнем с теней. Эти тени у меня находятся сейчас на глазах и данные тени в пятом и шестом каталоге стоят дороже. Сейчас я вам скажу, что это за тени. Кремовые тени Мегаэффект, 189 рублей они стоили в данном каталоге, артикул 77,624. Данные тени у меня находятся сейчас на глазах, но вот здесь у меня складочка выделена также тенями от Avon, подводка у меня другой марки, в общем, как бы, да, выделена. И что еще? Ну, брови, естественно, лицо у меня тоже оформлено. Вот, ну, просто вот эти тени. Оттеночек называется «Жидкое золото». По-английски он называется «Ликвид Голд». Я вам сейчас его покажу. Вообще, по-моему, у меня были тени таким оттенком, потому что это уже переизданное. Я решила их повторить. Почему? Потому что я вчера попробовала данные тени, и я думаю, что они будут одними из моих любимых. Оттенок этот можно комбинировать, да, как я сегодня с другими тенями. Можно его использовать просто один на все веко. Допустим, нанести просто светлый оттенок, да, под брови, вот, просто на все веко, и потом нанести данный оттенок. И тоже будет смотреться хорошо. И подводку. То есть, это очень быстро и удобно. Но раньше такими тенями кремовыми я пользовалась пальчиками. Сейчас я пользуюсь кисточкой. Можно добиться такого вбивающего эффекта, и они не скатываются. У меня есть еще такой оттенок бирюзовый. Он не на каждый день, поэтому я решила взять себе еще такой светло-золотой. Сейчас я вам сделаю сводж данных теней и покажу. Они такие золотисто-белые, наверное, все-таки. Цвет полупрозрачный, но веко все-таки с нескольких слоев перекрывает. Вот так он смотрится. Красивое такое свечение благородное данного оттенка. Я считаю, он сатиновый. У него есть блестки. Пальчиков, в принципе, их тоже можно наносить. Но я все-таки приноровилась сейчас наносить и кисточкой. Вчера они у меня продержались 4 часа, потому что я ходила днем, пришла вечером, у меня тени не скатались, ничего с ними не стало. И сейчас я не так давно их накрасила. Вот смотрите, какой оттенок. Конечно, если на базу наносить, и еще я вам сказала, что на сухие тени, они держатся очень хорошо. Конечно, мне кажется, если наносить без базы, они могут скататься или без подложки в виде обычных теней. Я вам советую именно таким способом. То есть база, обычный оттенок какой-то светлой тени, и вот данные тени. И будет держаться очень хорошо. Мне еще с скидкой представители вышли еще дешевле. То есть на 189 рублей, как я поняла, в третьем каталоге. Последний раз, четвертый, я пока так не смотрела, мне там тоже ничего не надо. Может быть, и там они столько же стоят. Но в пятом, шестом каталогах они уже идут дороже. Следующее, что я вам покажу, это было тоже по распродаже, довольно-таки дешево. Стоили леггинсы. 899 рублей стоили женские леггинсы, две пары. Я взяла в размере 46-48, артикул 77-937. А там идут черные и такие бежевые. Я вам их сейчас покажу. Пока я, к сожалению, их не носила в спортзал. Немножко сейчас я пододвинусь, но я их уже померила внимательно, чтобы вам все рассказать. Мой рост 175 сантиметров, и на мой рост именно 175 сантиметров. Они оказались только по самому игру. То есть, вот у вас заканчивается игра, вот такой они будут длинны. То есть, как будто бы на три четверти леггинсы. Они не очень длинны. И говорю сейчас именно про бежевые. Вот такие они, очень красивого цвета. Мне муж сказал, что даже немножко уходит с сиренево-фиолетовый. Это действительно так. Кто любит такие оттенки, присмотритесь. Здесь идет такая мягкая, но плотная резинка первым делом. На мой размер подошли эти леггинсы очень хорошо. В районе живота и боков они у меня не настолько большие. Но, к сожалению, области бедер они мне прям вот в обтяг. Я их взяла себе ходить в спортзал. Мой женский фиткерс. И, в общем-то, я ими осталась довольна. Леггинсы идут довольно-таки плотного материала. Хорошо тянутся. Также здесь в конце есть вот такая вот, да, просторочка имеется. Здесь они также тянутся. Как я говорю, что подлиннее они мне до конца икры. Мой рост 175 см. Если вы ниже, например, 165 см, возможно, они вам будут длиннее. И если вы, например, вообще 155 см, то точно они вам будут уже закрывать даже щиколотку. То есть, вот так вот. Зависит от роста здесь тоже. По поводу качества. Никакие ниточки не торчали. Качеством я, в принципе, довольна. Как они тянутся, как они прошиты. Мне понравилось за такие деньги. То есть, у меня они вышли со скидкой, там, каждые чуть ли не по 350, там, ну, 360-70 рублей. В магазине я последний раз покупала за 400 рублей. Они у меня порвались в этот же день, в общем-то. Вот. Такая вот резиночка плотная. Но, единственное, но вот в этих вот бежевых леггинсах, которые такие бежево-лиловые, красивые очень цветом, они просвечивают. Вот. Вот что хочешь делай. Магазинные леггинсы, которые я купила за 400 рублей, также просвечивали. И данные леггинсы, к сожалению, просвечивают. Вот. Но я хожу в женский фитнес-клуб, я думаю, ничего страшного нет. Если одеть трусики, там, например, какого-то похожего на данный цвет цвета, да, то не будет видно. Или, может быть, там, бежевые, белые, там, ну, какие-то такие нейтральные, в общем, трусики одеть, то будет нормально. Но, вот, если вы хотите, чтобы не просвечивали, я их не советую. Они все-таки просвечивают. И я это все смотрела специально, чтобы вам рассказать. И вторые леггинсы черные. Мне понравились больше с одной стороны, с другой меньше. Объясню, почему. Они очень марки. Да, и еще по поводу плотности. Я хотела сказать, что они оба плотные. Они подойдут заниматься спортом даже зимой. Я так думаю. И, возможно, я, конечно, потом вам расскажу. Носки, они будут очень неплохие. В том плане, что они будут, не будет на них там всяких зацепок и так далее. Вот, черных я еще пока вот эту ниточку не сняла, потому что я их не носила. Но тоже они такие же плотные. Мне даже показалось, что по размеру черные чуть-чуть идут побольше. По длине они тоже идут чуть-чуть подлиннее. Но, вот, посмотрите, как к ним все перелипает очень сильно. То есть, они синтетикой, и поэтому они очень-очень сильно все к ним перелипают. Вот, они не просвечивают черные, в отличие от бежевых. Идут они мне также все-таки только-только прикрывая икру. Хотя чуть-чуть, буквально на пару-тройку сантиметров они подлиннее. Вот, в общем, такие леггинсы выбирать вам, покупать их или нет. Но мне они для того, чтобы ходить в спортзал, то есть, именно в зале понравились, на улице. Я, конечно, в таких вещах, честно вам скажу, не хожу и не планирую. Вот, для спортзала мне они подошли идеально. Посмотрю, как будут в носке. Может быть, потом вам, если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потом я вам расскажу. И последнее, что я взяла по распродаже. Меня очень заинтересовала сумка. Я посмотрела на нее просто кучу обзоров и решила, что мне она нужна. Не так давно купила сумку, которая у меня на заднем плане. Я знаю, что ее видно. В предыдущей части я ее видела. Это была сумка больше, как мне писала Леночка, Леночка Волхой, например, я тебе Леночка Вол. Вот, если смотришь на меня, что она больше на весну-лето, я тоже соглашусь, потому что расцветка бризова не под все подойдет. А здесь я взяла такую универсальную сумочку. Вот такая вот она небольшая, но она очень вместительная. Она была 699 рублей, что недешево. Я считаю, для такой сумки, что качество у нее среднее и даже есть огрехи. То есть, качество на четверочку. Сумка называется Сесиль. В каталоге 18319. Это было по распродаже. Она представлена, то есть, не в самом каталоге. В принципе, сумочка неплохая. Я могу ее посоветовать. Давайте с вами ее посмотрим. У меня рост, еще раз повторюсь, высокий, 175. И она мне только-только закрывает подмышку. Если у вас рост ниже, то вот у меня уже она сейчас настроена на самый длинный ремешок здесь. Ремешок был в комплекте, упакован хорошо. Вернее, нет, неправильно, он даже говорил, был вшит. Ремешок здесь вшит. Не упакован. Она еще не полностью у меня приняла форму. У нее есть вот такое вот дно, довольно-таки широкое. У этой сумки. Она идет темно-синего цвета. Материал такой непромокаемый. Подкладка идет черного цвета в ней. И есть два отделения. Фурнитура сделана под золото. Вот первое отделение здесь есть. Это я вам сзади, вот им спереди, да, покажу. Вот такая вот еще есть фурнитура. Симпатичный такой, как брелочек. Под золото выполненный. Здесь идет вот такое вот отделение. Видите, да, здесь подкладка черная. Идут два отделения стандартных. Кармашек для телефона. Нет, даже неправильно говорю. Одно отделение кармашек для телефона. Торчат ниточки. Не все гладко прошито. Наверное, как производство сумки Китай. И, к сожалению, она имеет такой запах характерный, да, для Китая. Но он быстро выветривается. У меня он уже сейчас практически выветрился. Второе отделение идет тоже довольно-таки большое, но уже без карманчиков. Посередине идет отделение на кнопке, которая показывала девушка обзор, что и стало для меня в том числе показателем для того, чтобы купить эту сумку. В ее влезет небольшая бутылочка. Например, это фрутоняня, да, 0,33 литра. Но также можно в нее убрать и бутылку 0,5 литра, что удобно. Например, ходить весной и рядом, когда хочется пить, да, хочется взять с собой бутылочку. Вот посерединке она влезет. И очень много влезает в эти два отдела. Вот. В общем-то, сумка неплохая. Мне она понравилась. Она сделана неплохо. На четверочку, да, я еще раз говорю, что здесь есть ниточки. В некоторых местах торчат, конечно, не на пять. Но мне она именно понравилась, что она на молнии, что сейчас редко, да, что в ней есть еще средний отдел. И то, что она через плечо может спокойно носиться. Сделать ремешок покороче, ее можно просто носить на одном плече, что тоже иногда удобно и уместно. Сумка-то, я считаю, на повседневную носку, потому что она не такая уж и красивая, да, симпатичная. А так, простовато выглядит. Ну, в общем-то, на осень сейчас она мне подойдет, когда будет слякать. Она непромокаемая, эта сумочка. И ходить с ней вечерами, например, у меня за сыном. Если я домой буду заходить после работы или выходные, она мне очень хорошо подойдет. Вот такой у меня был заказ. Надеюсь, вам было видео чем-то интересное, полезное. Если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк. Вы меня этим очень порадуете. У меня сегодня, как всегда, отличное настроение для того, чтобы вам записать это видео. Потому что это мое любимое дело, мое хобби. Если вы не подписались на канал, подпишитесь, пожалуйста. Также я вам напоминаю, что есть функция колокольчик, которую вы можете нажать. И будете видеть уведомления о моих новых видео. Всем желаю отличного настроения. Мужчин, я еще раз поздравляю, с наступишем 23 февраля. Всем желаю самое главное здоровья, радости, удачи, отличного настроения. На следующей неделе я получу еще заказ Фаберлик. Второй свой я вам обязательно сниму видео. И также будет видео, скорее всего, на следующей неделе еще одно о пустых баночках. Всем желаю отличного настроения, удачи и до новых встреч.